Нравится нам это или нет, смерть остается фактом нашего существования и нет никакого смысла это отрицать. Отменить смерть невозможно. Это явление, с которым всегда нам придется столкнуться, рано или поздно. Далай-лама, август 2012 года. Люди боятся смерти и это парадокс. Они живут так, будто бессмертны, будто никогда не умрут. Но по статистике каждую секунду на планете умирают два человека. И через примерно 105 лет население Земли полностью обновится. А это значит, что ни один человек из ныне живущих не останется в живых к 2125 году. Но откуда такая уверенность, что смерть произойдет с кем угодно, но только не с нами? Мы живем так, будто мы вечно, но знаем точно, что тело умрет. Как такое возможно? Такое впечатление, будто мысль о вечной жизни заложена в человеке изначально. Может мы потенциально чувствуем, что тело для нас лишь одежда, лишь временный наряд, который мы используем для определенных целей. Страх смерти обычно связывают с неизвестностью. Люди не знают, что находится там. У них нет понимания, что находится за чертой. А неизвестность сильно пугает. Тем не менее, в разных древних традициях эта тема раскрывается. В них есть описание того, что происходит после смерти. А если есть знания, то по сути смерть становится более понятным процессом. Например, ведическое знание говорит, что смерть это процесс, который состоит из четырех этапов. Часто их сравнивают с четырьмя этапами рождения. Эти этапы идентичны. Более того, веды говорят, что есть четыре вида страданий этого мира. Это рождение, болезнь, старость и смерть. И самое большое страдание приносит рождение. Болеть, стареть и умирать не так страшно, как рождаться. Чтобы разобраться в этом, нам потребуется знание того, как устроен сам человек, включая все его энергетические тела. Знания науки не позволяют раскрыть эту тему. Поэтому мы будем руководствоваться более древними ведическими знаниями, присутствующими во всех древних культурах мира. Практически все эти знания в той или иной форме говорят, что помимо грубого физического тела, которое мы, как правило, ассоциируем с собой, есть тонкое энергоинформационное тело, которое, по сути, является нашей психикой. Оно, в свою очередь, состоит из трех составляющих. Это наш ум, разум и ложное эго. Ум – это тонкая психическая структура, собирающая информацию от органов чувств и действующая на основе этой информации. Действует ум на основе принципа «нравится-не нравится». Если бы человек руководствовался только этим принципом, то, по сути, ничем бы не отличался от животного. Но у человека есть еще и разум. Это еще более тонкая структура, которая, в свою очередь, руководствуется принципом «правильно-неправильно» – «хорошо-плохо». Над разумом находится еще более тонкая структура, которая называется «эго», то есть это наше отождествление, кем я себя считаю. В нашем с вами контексте есть всего два ответа на этот вопрос. Либо мы тело, либо мы нечто большее. Либо мы живем как тело, либо мы живем как вечное живое существо. Часто мы говорим, что у нас есть душа, но правильным будет утверждение, что у нас есть тело, поскольку в этом случае мы ассоциируем себя с душой. Истина в том, что мы не тело, которое получает опыт духовной практики, проживая свою жизнь. Мы изначально духовные живые существа, которые получают опыт пребывания в материальном мире. Над ложным «эго» есть еще более тонкая энергия. Она уже уходит за пределы материального. Это наше сознание. Сознание как энергия души. Исходя из этого, мы получаем, что душа как бы находится в оболочке. Душа окутана нашим «эго», разумом и умом. И все это находится в нашем физическом теле, как матрешка. Так что же происходит, когда мы рождаемся? Душа в оболочке тонкого тела входит в контакт с грубой материей, с оплодотворенной яйцеклеткой. Затем душа как бы засыпает на три месяца. Входит в бессознательное состояние. Затем она просыпается. И оставшееся время, пять-шесть месяцев, проживает целую жизнь. Если по судьбе нам положено 70 лет, то в этом состоянии мы воспринимаем эти пять-шесть месяцев как 70 лет. Мы живем в этом пространстве как во сне. И от физического и эмоционального состояния матери зависит качество этого сна, качество маленькой жизни. А это значит, что до рождения мы уже получаем какой-то опыт. Но вернемся к стадиям рождения и смерти. Их, как вы помните, четыре. Первая стадия рождения – океаническая. Эта стадия заканчивается, когда начинаются родовые схватки. И вот родовые схватки начались, а родовые пути еще не открылись. Это стадия, когда мир рушится, а что делать еще непонятно. Нет выхода. Эта стадия называется апокалипсис. И продолжается она до тех пор, пока не откроются родовые пути. Затем начинается третья стадия – свет в конце тоннеля. Ребенок проходит по родовым путям. И четвертая стадия – когда мы уже появились на свет, но рождение еще не закончилось. Должен пройти некий период времени, в котором ребенок проживает свою предопределенную жизнь. Из расчета – один день за один год. Если, к примеру, суждено прожить 70 лет, то эта стадия будет длиться 70 дней. Называется она освобождение. В ведах есть упоминания о том, как мама, наблюдая за ребенком в течение этого времени, может прочитать его судьбу. В это время ребенок находится в уязвимом состоянии. Только по прохождении этого срока рождение считается окончательно законченным. И когда процесс рождения закончен, начинается смерть. И то, что мы считаем своей жизнью, это всего лишь первая стадия смерти. Даже на уровне устройства клетки можно понять, что каждый цикл деления клетки сопровождается процессом, когда от хромосомы отрезается маленький кусок теломера. То есть процесс запущен. Каждое тело запрограммировано на определенный срок своей жизни. А теперь мы подошли к самой интересной части. Рассмотрим теперь 4 этапа смерти. Первый этап – это вся наша жизнь. Потом наступает сам момент смерти. И веды описывают, как это происходит. Сначала живое существо чувствует сильную тяжесть во всем теле. Мышцы перестают слушаться. Потом тело начинает остывать. И вдруг оно входит в состояние резкого нагрева. Именно в этот момент происходит отрыв тонкого тела от грубого физического. Этот отрыв сопровождается тем, что у живого существа чувства отрываются от органов чувств. Зрение отрывается от своего органа, слух от своего. И живое существо естественным образом попадает в состояние изоляции, в состояние темноты и сенсорной депривации. Это состояние длится от нескольких секунд до нескольких часов. Затем живое существо видит яркую вспышку белого света и впадает в забытье на какое-то время, после которого приходит в себя и осознает, что находится все в той же комнате. Давайте теперь будем называть живое существо душой. Так вот, душа все видит, все слышит, все осознает и понимает. Мир более яркий, более контрастный и более выразительный. Мысли и желания живых людей теперь видны. И душа видит, что вот лежит то, что она считала собой. Лежит ее тело. Связь прервана, тело начинает разрушаться. Душа видит, что она жива, она вне тела. Она теперь в тонком теле, и она есть. Она все видит, слышит и понимает, но ее никто не видит и никто не слышит. Эта стадия длится 9 дней. Именно поэтому, по истечении этого срока, принято провожать душу в дальнейшее путешествие. И как мы уже помним, эта стадия называется апокалипсис. Мир разрушен, а куда идти еще неизвестно. Эти 9 дней, душа находится рядом со своими родными. Она очень привязана к ним. И просто не хочет и не может никуда идти. Стоит подумать об умершем, и по законам тонкого мира, он в мгновение ока окажется рядом. А думают о нем в это время постоянно. В это время можно еще поговорить с душой человека. Попрощаться, что-то объяснить, что-то сказать, что не успели сказать при жизни. Покаяться, попросить прощения. Он слышит, он все понимает. Можно даже почувствовать его присутствие. Параллельно с этим, умерший подводит итоги всей своей жизни. Задается вопросом, как он прожил свою жизнь. Как правило, в этот момент все испытывают одинаковые сожаления и эмоции. Это сожаления об обученных возможностях. Кто-то не позволял себе любить. Кто-то не был честен с собой. Кто-то не позволял себе заниматься любимым делом. Просто представьте себе на мгновение, какие сильные сожаления об утраченном должен испытывать умерший в эти дни. Все это длится ровно 9 дней. В течение этих 9 дней ему нужна помощь и поддержка родных. Их поведение очень сильно влияет на его дальнейшую судьбу. Традиционная модель поведения близких умершим у людей это плач, слезы и горе. Но есть и другая модель поведения, осознанная и продиктованная знаниями. Это понимание того, что близкий человек ушел и находится сейчас в тонком теле, и ему нужна ваша помощь. А слезы и горе – это то, что усугубляет его ситуацию. В это время необходимо быть в состоянии собранности. Необходимо ему помочь. Именно от родных зависит, что с ним будет дальше. Необходимо проводить умершего в дальний путь. Есть определенные дела, которые нужно сделать. Это две разные эмоции, два разных подхода. В первом случае родные плачут больше о себе. Им жалко в первую очередь себя, так как им приходится пройти через это, через горе. Второй подход – более осознанный, более грамотный. Это эмоция светлой разлуки. Да, он ушел. Но мы обязательно встретимся, так как он вечное существо. И я вечное существо. Он прожил свою жизнь, прожил свой сценарий. И я провожаю его. Я помогу ему. Он может на меня рассчитывать. Так что же нужно делать? В течение девяти дней у живого существа происходит перестройка его тонкого тела, его психики. И на это нужна энергия. У этой энергии есть всего два источника. Первый – это когда близкие не знают, что делать и как себя правильно вести в подобных ситуациях. В таких случаях эта энергия берется у них насильственно. Они чувствуют опустошение, депрессию, подавление и упадок. Второй источник – это когда они дают эту энергию осознанно. Дается эта энергия через пищу. Поминки, как традиция, это способ передачи этой энергии. Все, что съедается и выпивается на поминках, вся тонкая составляющая съеденного и выпитого идет к ушедшему в виде энергии. Есть такая невежественная традиция, когда умершему наливают в стакан водку и кладут сверху кусок хлеба. Предпосылка правильная, но форма неправильная. Просто ради интереса спросите у любого священника, можно ли так делать, и послушайте, что он вам скажет. Не должно быть никакой водки. В тонком теле все это воспринимается исключительно в виде энергии, в виде сути. Какая может быть суть у водки? Какая энергия? Конечно, алкоголь не может, по сути, нести в себе позитивную энергию. Не должно быть и мяса. Думаю, не нужно даже объяснять, почему. Но я объясню. Живое существо было убито. Это значит, что оно испытало определенные эмоции. Гнев, страх, раздражение, боль. Это все тонкая составляющая энергии, которая находится в мясе. И так как передается тонкая энергия, умерший все это испытывает на себе. В идеале передается энергия живой пищи. В разных писаниях упоминаются примерно одинаковые блюда, которые варятся для поминок. Как правило, это отварной рис, который приправляется кунжутом, простоквашей, либо фруктами и ягодами. Если вы спросите у священника об этом, то, возможно, будете удивлены. Он скажет вам то же самое. Такая пища освещается и преподносится в течение 9 дней умершему живому существу. Просто ставится перед фотографией и предлагается. Фотография в данном случае используется для настройки на энергию умершего. На 9 день разрывается оболочка кармического тела, которая связывает чувства человека и внешний мир. И человек перестает воспринимать внешний мир. Наступает третья стадия, которая также называется свет в конце тоннеля. Она длится 40 дней. Ошибочно поминают на 40-й день после смерти. Это неверно. Делать это необходимо на 40-й день после 9-ти, то есть на 49-й день. Именно в этот день тонкое тело как бы сворачивается и внимание души погружается в свой собственный ум. Человек входит в контакт с тем материалом, который он набрал в течение жизни. Эмоции, желания, мысли, страхи, отношения. Все, что было при жизни. Он движется в течение 40 дней по одному из каналов. Этот канал выбирается в соответствии с той формой, в которую он пойдет на следующее воплощение. В тибетской книге мертвых пишется, что цвет света в конце тоннеля и определяет будущую форму. В этой же книге пишется, что голубой цвет определяет животную форму, а желтый – человеческую. К слову, на планете Земля насчитано 8 миллионов 700 тысяч видов жизни. Душа движется по этому тоннелю и входит в контакт с теми энергиями, которые человек сам когда-то создал. И он их проживает в виде сна, в котором видит символы, метафоры или образы. Это хорошие сны и не очень, в зависимости от наработанной энергии. Смысл этого 40-дневного сна – это своеобразные пересмотры, выводы, уроки и работы над ошибками. Это формирует определенное отношение к прожитой жизни. На 49-й день со дня смерти заканчивается и третья стадия, и душа переходит на четвертую, на стадию освобождения. Она чувствует себя как актер, который отыграл свою роль и может отдохнуть перед тем, как получить новую форму. Сценарий будущей жизни уже сформирован. Он формировался все эти 49 дней. Душа может посмотреть на него. Она может увидеть, в какой стране будет воплощение, кто будут родители. Может увидеть значимые события будущей жизни. Это определенный кармический сценарий, по которому пройдет человек. Но в тех или иных ситуациях у человека всегда будет право выбора. Этот сценарий во многом зависит от определенного умонастроения человека в момент умирания. То есть он определен тем, на чем был человек сосредоточен во время своей смерти. О чем он думал в этот момент. Это та отправная точка, от которой потом строится вся дальнейшая судьба следующего воплощения. В течение 9 дней строится каркас и окончательно формируется в последующие 40 дней. Веды говорят, что о чем человек думает в момент смерти, такое существование он и получит. Так происходит всегда. 4 стадии рождения, 4 стадии смерти и все сначала. Все это называется самсаном и является одним из центральных понятий в индийских религиях, каждая из которых дает свои интерпретации понятия самсары. В большинстве традиций и философских школ самсара рассматривается как неблагоприятное положение, из которого необходимо выйти. Например, в философской школе Адвайта Веданты индуизма, а также в некоторых направлениях буддизма, самсара рассматривается как результат неведения в понимании своего истинного Я. Неведение, под влиянием которого индивид или душа принимает временный и иллюзорный мир за реальность. Упоминание о самсаре или реинкарнации присутствует и в раннем христианстве. Даже в современной трактовке Библии можно найти отсылки к реинкарнации. Можно ли прерывать самсару? Конечно, можно. И смерть как раз является той уникальной возможностью, с помощью которой можно это сделать. Последняя мысль всегда искренняя и настоящая. Это очень сильная, формирующая мысль и заменить ее другую мыслью не получится. Достаточно просто в момент смерти подумать только о Боге. А если в этот момент мы думаем о Боге, то уходим к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Достаточно просто в момент смерти подумать только о Боге. А если в этот момент мы думаем о Боге, то уходим к Богу.